Здравствуйте, дорогие любители стратегии Харсоферон 4, вы на канале Альтернативная История, у микрофона, как и всегда, я Сергей, и сегодня я покажу вам то, что я обещал с помощью нашего сообщества на ютубе, это то, что все страны со старта будут воевать в одна против одну. Итак, друзья, это снова альтернативный мир, конечно же, страны не поставлены в таких равных условиях, потому что у каждой из стран, возможно, это будет будущая идея для видео, где каждая страна будет иметь определенное количество дивизий, но сейчас у нас вот такие условия, где страны Европы, континентальная Европа воюют каждый сам за себя. Не знаю, друзья, было это на ютубе или нет, но лично я не видел, к тому же вы поддержали такую данную инициативу у меня, это действительно была бойня, как написали мне подписчики в комментариях, и с помощью монтажа я покажу вам самые вот соковитые такие моменты периода с 36 по 40 года, потому что именно с 36 по 40 года велась тотальная война, друзья, действительно тотальная война, где не было определенно единого победителя. Только в 39-40 году победитель он определился, и поэтому сделать вот такой вангический, пророческий комментарий вы можете уже здесь и сейчас, нажав на паузу и написав, конечно же, под видео, которое страна была бы победителем в Европе и покурила или же там дипломатичным путем, марионеточным путем и военную силу Европою. Ну что ж, друзья, 6 января 36 года мы видим ситуацию такую, что по всей континентальной Европе разные столкновения, особо они заметны на Балканах, на западных направлениях, как столкновение Третьего Рейха с Францией и столкновение Польши с Советским Союзом. Война тяжелая, пришлось действительно потратить немало времени для того, чтобы определить, потому что если все страны будут воевать со старта, то это немножко влияет на игру, на ее производительность, на ФПС, которая сильно падает, так как разная вот такая массивная агрессивная политика производит до проследования игры. 6 апреля 36 года мы видим ситуацию такую, что Франция и своими территориями расширилась в сторону Испании, которую терроризирует Польша и Великобритания, а самый Третий Рейх в не самом лучшем своем формате, ну а Польша, Балканы, Эстония, Латвия, Литва, это самые вот критические такие ситуации, критические участки нашей бойни. Скажу по секрету, друзья, то, что за весь момент моего монтажа всего на все две страны отличились своим упорством и незгибаемым желанием победить. Это, вот немножко сделаю спойлер, Третий Рейх и Польша, именно две страны, это действительно великая страна поистину в нашем альтернативном сценарии, которая не оставалась до последнего, их практически уничтожали, их практически там, я не знаю, Польшу, Советский СССР схавал там в нашем альтернативном сценарии в 38-м году, но они все равно контратаковали, побеждали, расширивали свои территории. Ну, конечно, в итоге, вот небольшой спойлер, эффект будет один, и только одна страна смогла действительно добиться гениальных результатов в мире хойки альтернативной истории. 30 июля 36-го года, спустя некоторое время, спустя там три месяца, уже Третий Рейх контратакует по направлению Центральной Европы. Польша, хотя и сражается с Западом, с Третим Рейхом и с Востоком Советским Союзом, но тоже не здаётся, как я вам и сказал. Франция практически завершила покорение Испанского континента, к тому же они перенаправили свой акцент на окупацию Эльзас-Лотарингии и Аренской области. Французы воюют с Бельгией и Нидерландами, они эффективно сражаются с данными странами, но всё-таки на старте 36-го года дивизий не так-то уж и много в разных странах со старта. Поэтому это сильно сыграло свою роль, и те страны, в которых было наибольшее количество дивизий, конечно же, будут выигрыши и протянут довше. Таким образом, хотя я и со старта расформировал все союзы как Пакт Третьего Рейха и Советского Союза, в конечном итоге, друзья, в 1937 году Советский Союз оккупировал Эстонию, Латвию, Лоту, сделал данную республику по советским влияниям, освободил Молдовскую Советскую Республику и создал свой самый могущественный пакт уже в 1937 году. Ситуация для Франции складывается не лучшим образом. Италия контратакует по территории Франции и Третьего Рейха. На Балканах тоже ситуация такая, что Третий Рейх смог победить Хорватию, независимо и государство, которое создав после падения Югославии. А Югославия, хотя и не сдалася до последнего, но все-таки держит свою оборону и продолжает сражаться на балканских направлениях с могущественными врагами, как Греция и, вот смотрите, друзья, Хорватия. Третий Рейх побеждает Швецию, он, точнее, помогает Виндляне победить. 9 марта 1938 года, уже через год, друзья, ситуация у нас вообще кардинально меняется, и меняется она в сторону, уже в сторону плюс, точнее, Советского Союза и западных союзников, как Франция и Великобритания, которые практически уничтожили Третий Рейх. Польша пала под предварительством Советского Союза. Это была, ну, серьезная такая схватка Советского Союза с Польщей, к тому же поляков теснили из запада германские войска, и только количество дивизий Советского Союза и решило ход истории для Польши, которая сражалась целых два года против самых могущественных стран из Запада и Востока. Третий Рейх продолжает сражаться, ситуация 29 апреля 1938 года не меняется, на западном направлении появляются новые страны, на французском направлении. Третий Рейх стремительно желал захватить Италійський полуостров, отчасти им это удавалось, и италейцы практически были на грани своего поражения, но Советский договор, или же Советский могущественный союз, как вы уже видите, в 1938 году начинает побеждать. Скандинавские страны под Советским Союзом, Восточная Европа и Балканы тоже под Советским Союзом, но 13 и 12 октября 1938 года, как я вам и сказал, друзья, ситуация снова меняется в конфедеративные штаты Европы, где Германия контратакувала и на западном, и на восточном направлении взяла в свой альянс, единую Испанию, фашистскую такую Испанию, можно сказать, переломила ход войнам. Война продолжается, война действительно нелегкая и непростая. Для Германии, которая была разбомблена из западных союзников, из Восточного Советского Союза, все-таки смогла хоть как-то вот расширить свои территории. Да, они потеряли Италию. Да, на Италии теперь черзна что творится, но все-таки они не сдаются. 12 или же 21 января 1939 года ситуация у нас снова меняется, Советский Союз захватил Балкан, практически добив Италию, но никак не может добить Берлін и никак не может захватить саму Германию, Третьего Рейха Адольфа Гитлера. Никак, друзья, Испания остается нейтральна, Советский Союз поистину, что является самым сильным и могущественным государством 1939 года, уже веер, как говорится, победа стремительно идет в сторону Советского Союза, и 4 марта 1940 года, спустя год, друзья, Советский Союз практически завершил на свое завоевание Европы. Германия пала на Германию, Советский Союз сделала свою марионеточную коммунистичную страну. С помощью Рейха, тех дивизий, которые остались в социалистической Германии, Советам и их красной угрозе удалось захватить практически всю Западную и Центральную Европу. Они добили французов, добивая тут друзья и британцев на территории Европейского континента, две нейтральные страны против Советского Союза, ну как нейтральные, действительно Испания остается нейтральной, как и с исторической складовой, они не воюют и с Советским Союзом, и Германией, они воюют там и с британцами. Это нормальным стечением обстоятельств, которые сложились в нашей игре. 15 апреля 1940 года Советскому Союзу удается высадить свои войска на территории Британского полуострова, это для меня был шок, потому что я никогда не думал, что Советский Союз все-таки умудрится высадить свои войска. Они завершили и завершают акт, вот смотрите друзья, захваты скандинавских стран, а вся Восточная, Центральная и Западная Европа под Советами, Италия Советская, полностью Советская, не марионеточная и ситуация вот такая, что 15 апреля 1940 года, друзья, полностью Советский Союз побеждает нашей альтернативной истории. Потому что британцы упали, на Европейском континенте уже нет силы, которая могла угрожать им британские дивизии, высадиваясь своими такими толовыми столкновениями, могли бы составить Советскому Союзу конкуренцию, но никак. Сила 15 апреля Советского Союза возросла настолько сильно, что, как вы видите, в нашей альтернативной истории победитель это очевиден. Как ни круто, уже не знаю, что должно было бы статися, чтобы Советский Союз проиграл данную войну в нашем альтернативном сценарии. Множество солдат было погибнуто, множество держав было создано, вот Белорусская республика и Украинская республика, но Советский Союз смог победить их всех. Итак, друзья, спасибо за просмотр, если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До свидания всем и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok